Тем временем, на украинском Донбассе люди решают вопросы насущные. Война создала для них новую реальность. И теперь даже самые, казалось бы, обыденные вещи могут стоить им жизни. К примеру, получение пенсии. Тысячи людей с оккупированной территории минимум раз в два месяца едут в подконтрольные Украине города за деньгами. Для них это сложный, очень долгий и рискованный путь. Но альтернативы нет. О заложниках войны. Руслан Смещук. Марьинка. Линия фронта здесь проходит по границе городской черты. Тишину нарушают автоматные очереди и взрывы. Иногда активные, иногда, как сейчас, велотекущие боевые действия здесь идут постоянно. В зависимости от ситуации. А всего в нескольких километрах блокпост и пункт пропуска, клапан, как его называют военные. Человеческий поток здесь соединяет территорию подконтрольную и оккупированную. Перетинает близко 7 тысяч человек и больше тысячи транспортных средств. В целом, увеличение перетина контрольного пункта езды и езды Марьинка происходит и с приближением свят. Также получение гражданами заработной платы, социальных выплат, пенсии. Пенсионный туризм стал повсеместным явлением в зоне АТО. Всего в Донецкой области 4 КПВВ. Через них проходит примерно равное количество людей и машин. Тысячи. Это пункт пропуска Марьинка. В 30 километрах от Донецка. Через него старики едут в соседнее Курахово. Им нужно появляться на подконтрольной территории минимум раз в два месяца. Иначе потеряют пенсии. Сколько у вас уходит времени на вот такое? Двое суток. Это только в одну сторону? В одну сторону добраться, деньги получить и назад же надо возвращаться. Очень. Как часто это приходится делать? Ну, каждых 58 дней. 50-60 дней надо пройти, чтобы не улучшили пенсии. Ну, проблемно с переездками. Проблемно не то слово. На Донбассе сейчас трескучая зима, снежные сугробы, степной ветер и морозы. Впрочем, даже это не самое страшное. На уходящей неделе в результате обстрела на неподконтрольной территории в районе пункта пропуска Еленовка под Волновахой погиб один мирный житель. Еще минимум один получил сквозное ранение головы. Ну, тут у нас 48 человек огромный такой. Мам, в лес и проход без зимы. 60-70, наверное, человек не меньше. Плохо только после операции позвоночника делала. Лидия Ивановна из Макеевки всю жизнь проработала машинистской на шахте. Сейчас вынуждена по морозу, под угрозами обстрелов, ездить за пенсией. А заодно и родственников проведать. Она не боится рассказывать о себе. Я не знаю, как, я человек привыкший. Я волонтером была в Харькове. Сына похоронила в Чугуеве. Погиб за Украину. И внук, и сын. И вот еще унук сына меньшего у меня погиб под песками. Там электронный паспорт, пропуск есть. Езжу, внуков проведываю. А что делать, родненький? Выезжать из Макеевки Лидия Ивановна и хочет, да не может. Ты тоже, что у меня могилы родителей моих. Как же я уеду с Макеевки? Нет, солнышко. С удовольствием буду. Да и куда уж и здоровья нету. Но такие откровенные рассказы здесь большая редкость. В большинстве на камеру люди говорить боятся. За кадром рассказывают на снятые деньги. А возле банкоматов почти постоянные очереди. Стараются купить как можно больше товаров и продуктов. Ведь там цены выше, почти российские. Гривня на неподконтрольной территории почти не ходит. Хотя обменять на рубли можно. Последнее время серые валютчики меняют один к одному. Блин. Что он там снимает? Сейчас через пункты пропуска разрешают провозить товары весом до 75 килограммов и стоимостью не более 10 тысяч гривен. Лимитирован также провоз платежных карт не более трех подакцизных товаров. Табака и алкоголя. Электроники. Но с этого места ужесточать правила начали на оккупированном Донбассе. Лимит продуктов, товаров, а самое главное запрет на посещение подконтрольной территории для бюджетников и сотрудников еще работающих предприятий. А когда дончане стали возмущаться в соцсетях, на открытый протест там никто не решился. Главари сепаратистов назвали их предателями. Ну, либо скрытые враги, либо проплаченные Украины. Это люди действительно не патриоты. Это люди, которые получают деньги, их кормит Украина. Это еще враги страшнее, чем враги, которые сейчас стоят на фронте. Тебе, по крайней мере, понятно. А здесь они внутри. И вот, по истечении этого срока, мы можем ясно сказать, что те люди, которые сейчас в интернете об этом описывают, это действительно наши враги. По сообщениям в соцсетях, на неподконтрольных территориях уже минимум три сотни мирных жителей наказаны за пересечение линии разграничения. Пока это штрафы, но вскоре может грозить вполне традиционное для Донецка наказание – подвал. Руслан Смещук, Сергей Дубинин и Руслан Терентьев. Подробности недели – телеканал Интер.